То, что вы сегодня узнаете в этом видео, сэкономит вам сотни часов мучений по поводу продажи и покупки автомобилей в Португалии. И ответит на следующие вопросы. Где искать машину? Какие сайты лучше? Где продать машину? Почему у меня не продается машина? Для того, чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала это ненужное купить. Ребята, дилер это не гарантия вообще. Вы приедете к машине, а там какие-то дрова, так называемый цыганский маркет. Эта резина на мокрой дороге улетит с трассы просто. На стоит виртуале цены дороже. Вы просто скажете, не хочу никакой машины. Мы выставляем самую возможную низкую цену. Эффект алчности. Это маркетплейс для иммигрантов. Втыкайте лайк. Это подарок мой для вас. В конце я вам расскажу лайфхаки. Это видео вам реально очень будет полезно. Меня зовут Артур Васильев. Я автоэксперт с 20-летним стажем. У меня были свои очень успешные проекты в Украине. Один из них это Carpe. В Португалии 3 года назад мы запустили Car Agency Portugal. А в этом году мы сделали ребрендинг и перешли в новый формат. Это Grand Auto PT. Это маркетплейс. Онлайн автобазар. Поэтому сегодня я расскажу про автомобильные сайты. На каких лучше продавать и покупать. И начнем мы с покупки. Для того, чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала это ненужное купить. Где же лучше всего купить автомобиль сначала? То есть на сегодняшний день существует небольшой выбор. Есть наш сайт Grand Auto PT. На котором есть очень много уже автомобилей в наличии. От наших партнеров. И все машины вы можете проверить. Все машины в наличии. Они все уже отобраны. То есть не будет такого, что вы приедете к машине, а там какие-то дрова. Или там португалец или бразилец не взял трубку. Или сказал идите в жопу. Такое бывает в Португалии. Или просто морозился. Или не отвечает на сообщения. То есть у нас уже очень много машин. Очень много автомобилей на коробках автомат. Следующий сайт. Это самый крупный автобазар Португалии. Это Stand Virtual. Плюсы и минусы, что там все вперемешку. Цены на них. Здесь Stand Virtual дороже, чем другие сайты. В основном здесь размещают свои автомобили дилеры. Дилер это не гарантия вообще. Ни о чем. В Португалии дилер это больше, наверное, такая рекламная штука. Чем красивее дилер и чем он крупнее и стекляшка более натертая, тем проблемнее взаимодействовать с этим дилером. Тут можно находить машины. Мы здесь находим машины нашим клиентам, потому что помимо нашего маркетплейса на протяжении трех лет мы помогали людям подбирать машины. И мы продавали и наши партнеры отобранные и проверенные машины. Сейчас мы переходим в формат маркетплейса. Но так как все равно у нас в услугах осталось осмотр автомобиля, авто из Германии, то в любом случае мы осматриваем машины под наших клиентов и очень много машин приходит со стендвертвала. Перед тем, как человек, клиент, вы будете хотеть что-то купить, сначала разберитесь в цене. Я вам расскажу в конце этой части про покупку. Я вам расскажу лайфхак, как самостоятельно понять бюджет на покупку машины. Следующий сайт это OLX. Тут уже больше частников, но здесь больше непорядочных уже продавцов. Очень много объявлений, в которых даже просто нет элементарно даже телефона. Вы не можете созвониться, вы должны писать, запрашивать номер. Человек вам фильтрует адекватный, нравитесь вы ему или нет. Вы тратите кучу времени, ожидаете от одного дня до недели, чтобы он ответил, что-то написал, и вы все равно иногда просто потратили время впустую. Пишка-пишка, он выходит сейчас, да, смешное название, писка-писка. Он выходит на рынок довольно-таки агрессивно, через рекламу, через конкурентов, через поисковые запросы. Ну, скажем так, сайт, он вроде бы и нормальный, но машин на нем мало. Вот, но уже мы один осмотр для нашего клиента сделали в первый раз за три года, сделали спишки-пишки. Проверили, посмотрели, одобрили для нашего клиента. Кушта-жушта, здесь тоже есть машины, но здесь в основном размещают те, кто хотят бесплатно одну машину, машины от хозяев, да, да, да. То есть машины от хозяев лучше смотреть на пишки-пишки и кушта-жушта и на OLX, чем на стенд-виртуале. И Facebook Marketplace, это такая площадка, где просто абсолютно все подряд, никаких отзывов вы никому не напишите, разве что можно жаловаться, если там много людей пожалуются, могут заблокировать аккаунт, если человек плохой совсем, и это реально нарушает правила сообщества Facebook, а это очень сделать сложно, цены как бы вроде бы дешевле тоже, но с другой стороны и качество машин совсем другое. Это джипси-маркет, то есть так называемый цыганский маркет. То есть здесь продается все подряд, бесплатно размещаются объявления, никакой ответственности, никакого нормального аккаунта, кучу фейковых аккаунтов. Скажем так, слив машин, он идет через Facebook Marketplace. Что нужно для того, чтобы самостоятельно понять, на что ты можешь рассчитывать и как оценить бюджет свой, я вам сейчас расскажу еще и лайфхаки по этим сайтам в плане подбора. Первое, что мы делаем, это мы всегда берем свою цену. Берем у вас, например, бюджет 16 тысяч евро, и мы хотим коробку автомат. Выбираем коробку автомат и выбираем пробег. В принципе, этого уже достаточно будет для того, чтобы вообще понять, на что вы можете рассчитывать. Да, сайт тормознутый, неудобный, но пока что то, что имеем. Мы сейчас пилим наш сайт GrandAuto.pt, авто в наличии, вот здесь вот очень-очень удобно. Скоро появится форма поиска, и у нас появится еще больше партнеров и частных лиц, которые размещают уже здесь у нас объявления, то есть у нас уже есть машины от частных лиц. Это очень удобно. То есть люди, которые сбрасывают свои машины и не могут продать, например, на португалоязычных, скидывают цену и размещают машины уже у нас. И это маркетплейс для иммигрантов, соответственно, на понятном языке. Ты приходишь, смотришь, выбираешь, созваниваешься с хозяином, смотришь машину и покупаешь. Еще и можете у нас дополнительную проверку заказать. Итак, возвращаемся. То есть, чтобы мы оценили ваш бюджет и реальность рынка, мы выставляем километры, например, до 100 тысяч, и нажимаем просто поиск. Что мы видим? Мы видим электромобили, какие-то лигер, каличный, местный, смарты и так далее. Какой-то Citroen Cactus, Captur хорошая машина, только газолина трехцилиндровая мне не нравится. И вы смотрите, на что вы можете рассчитывать. Потому что, когда человек говорит, я хочу Skoda Octavia на DSG дизельную 16-го года за 10 тысяч, пойдите и найдите хотя бы одну такую. Если вы найдете, тогда пришлите ссылку, мы поедем, проверим для вас, и вы ее купите. Понятное дело, такое вы не найдете. Такой машины, поэтому, естественно, нужно понимать, на что можно рассчитывать вам, да? В основном это будут смарты. Для того, чтобы отсеять смарты, надо поставить эту потенцию. Вот здесь вот зайдите, потенцию. Или цилиндраду, например, поставьте 1 тысячу, вот, тысячу. Вот, хотя они тоже есть тысячу. И потенция там хотя бы от 80, поставьте. Теперь вы понимаете, что можно на 15 тысяч до 100 пробега найти в Португалии. Вот, кстати, автоматика 9-й год, 79, продают здесь 7,990, а у нас такая же машина. Вот, 8,990, 1,2, 85 сил, 14-го года, на автомате с кондиционером, с возможностью гарантии, с возможностью проверок. Пожалуйста, вот, заходите, покупайте. Вот вам прямая разница. У нас цены лучше, чем на стенд виртуале и на OLX. И еще у нас пятидверная машина, а здесь трехдверная машина. Вот, представьте себе, какая разница. Хэтчбэк, ну да, то, что здесь диски натертые, ну окей. У нас она внутри выглядит лучше. Если не верите, приедете, сравните две. Почему? Потому что мы машины отбираем, а они продают все подряд. Посмотрите на состояние колеса. Просто, просто ужас. Посмотрите. И они вот так продают. Просто резины нету. Просто, оно... Такое ощущение, что резина 9-го года. Представляете себе? И они вот такие вот машины продают. У нас таких сюрпризов не бывает. 8-го года резина, ребята. 8-го года они продают в автосалоне. Эта резина на мокрой дороге улетит с трассы просто. Это то, о чем я вам говорил. Поэтому будьте аккуратны и всегда заказывайте проверку. Если вы даже, смотрите, не у нас закажете проверку. Вот наши услуги. Осмотр автомобиля. И полностью все подробненько, что входит, стоимость осмотров, скидки, все здесь у нас есть. Если не у нас, если вы, например, не в Португалии и видео смотрите откуда-то из другого места, найдите у вас проверенных профессиональных диагностов-подборщиков и закажите у них проверку. Не экономьте, потому что это ваши деньги. А риск покупки купить машину равен риску улететь на такой машине с трассы. Итак, для того, чтобы определить, что вы можете купить за ваши деньги, элементарно просто воспользуйтесь любым фильтром. Лайфхак. На стрель-виртуале цены дороже. Поэтому идем на какой-нибудь куштажушта и проделываем то же самое. Здесь сложнее чуть-чуть. Здесь ужасный просто поиск фильтр. Вбиваете точно так же, например, автоматику. Давайте пройдем с вами, да? Километры возьмем до 100. И берем цену до 16, да? Ну и видите, здесь, по-моему, потенция, да? Вот от 80 давай. А здесь нет смысла, 85. Ну давайте вот так, чтобы честно было. А ты не можешь выбрать вообще потрясающее меню на сайте. Нажимаем поиск. И ты смотришь, что ты можешь купить за эти деньги. У нас это будет сейчас Yaris гибридный. Офигенный. Отличный будет Yaris. Супер. И по супер цене. Дешевле, чем у них, естественно. Так, ну вот и ты смотришь, на что ты можешь рассчитывать. Старый премиум, невостребованные машины и французы. Вот и все. В чем плюс такой проверки? Вам уже никто ничего не расскажет. Вы сами идете, сами проверяете. Сами смотрите, на что вы можете рассчитывать за ваши денежки. Ваши кровные. И у вас вырисовывается определенный топ ваших машин, чтобы вы хотели купить. И когда вы приходите к нам или к другим подборщикам, к другим диагностам, или просто начинаете сами ресерчить. То вы уже понимаете, на чем вам сфокусироваться и экономите десятки часов времени. Потому что если не выбрать и не определиться там хотя бы 3-5 марок моделей, лайфхак, вы просто сольете столько своего времени. Вы так просто устанете. Вам так будет просто уже неприятно и не по себе, что вы просто скажете, не хочу никакой машины. Потому что в Португалии рынок очень сложный. И для того, чтобы вам сэкономить ваше время и нервы, и энергию, вашу энергию, рекомендую определиться топ-3-5 моделей, марок в ваш бюджет по тем параметрам, которые вас интересуют. Сейчас я расскажу больше, наверное, советы для тех, кто хочет продать машину и машина не продается. И каждый день 1, 2, 3 клиента обращаются. Артур, помогите продать, помогите выкупить, как продать лучше, у нас не продается, что делать и так далее. Сейчас я вам расскажу на нескольких примерах. Первое. Когда вы идете и размещаете машину на стенд виртуал, нужно понять, что у вас за автомобиль. Если это, условно, Хонда, Мазда, машины, которые не являются португальскими, ну португальскими я имею в виду, что для португальского рынка, или же они здесь пользуются низким спросом, то, соответственно, и вы не официальный дилер и не даете гарантию, то шанс продать на стенд виртуале 1 из 10. Соответственно, не тратим кучу бабла, а я вам обещал, что это видео будет мега полезным, и идем на OLX, и там размещаемся дешевле. И, естественно, цену нужно ставить чуть-чуть дешевле, это лайфхак, где-то процентов на 5-10 дешевле, чем у конкурентов. Объясняю почему. Потому что, когда вам будут звонить и писать, должно у них там сработать, я называю, эффект алчности. То есть, человек должен увидеть, о, Honda Insight, и получается, у меня не продается, 9500, 13-й год, я 2 года тому назад у вас покупала, машина отличная, обслуженная, всего 140 тысяч. И знаете что, ребята? Она ее за эти деньги не продаст. Она не предоставляет гарантию хозяйка, она не дилер, она не говорит по-португальски, а это очень важно. На самом-то деле, она сделала ужасные фотографии и ужасное описание. Потому что описание и как фотографии делать, пожалуйста, смотрите мое видео, я еще 4 или 5 лет тому назад в Португалии, когда был, записал видео еще на Мерсе с украинскими номерами, записал видео, как правильно фотографировать машину. Посмотрите мое видео, перед тем, как публиковать свою машину. Например, она опубликовала, и там нет ни одного обращения, и это нормально. Цена завышена, машина отфотографирована плохо, описание кривое, почему вам должны звонить. Не будут звонить, потому что есть другие машины, даже уже дешевле по цене, или же есть такие же цены, или даже дороже, но с португальским описанием. И я вам скажу больше, по какой-то причине, даже когда есть имя там, например, Жозе, шанс, что с ним свяжутся больше, чем если шанс, например, Василий. Поэтому размещать нужно на всех сайтах, включая наш. Почему включая наш сайт? Когда вы жмете кнопочку продать авто, здесь у вас есть полностью все, что нужно сделать для публикации, тарифы, плюс у нас соцсети, у них, например, нет соцсетей. Почему мы выигрываем? Потому что у нас есть комьюнити из постсоветского пространства, и соцсети тоже очень круто работают, и мы еще можем запустить рекламу. Ни Stand Virtual, ни OilX, ни Pishka-Pishka, ни Куштажу, ни Marketplace, они не запустят вам рекламу в соцсети. Даже при том, что Facebook Marketplace это и так соцсеть, но они не запускают рекламу. Понимаете, да, какой прикол? Почему? Потому что вы не доплачиваете, они условно не заинтересованы особенно в продаже вашей машины, и они продают на всех. А мы работаем, это наш Marketplace, только для иммигрантов. Соответственно, шанс, что вы найдете клиента среди иммигрантов выше, чем если на том же сайте Pishka-Pishka, Куштажу, что и OilX. Смотрите, если мы даже берем по ценам, то есть есть цены, например, у нас на Duster 2015 года с пробегом 58 тысяч, цена 13,990. Рыночная цена такой машины, просто вдумайтесь, 15,500. Почему? Потому что, а, мы не жадны, б, мы не платим столько всего, сколько должны платить дилеры. Это наш сайт, и только здесь такая цена. На Stand Virtual с гарантией мы выставим ее 15 тысяч, точно так же 15 плюс гарантии. Если вы захотите докупить гарантию у нас, на нашем сайте, пожалуйста, обращайтесь и тоже получите гарантию. То есть, просто мы выставляем цены без гарантии, мы выставляем самую возможную низкую цену с минимальной маржой, или же вообще машину от клиента. И если вы хотите взять дополнительные опции, такие как гарантия, доставка, помощь в оформлении, помощь в страховании, это за небольшие деньги вы тоже у нас получите, за исключением гарантии. Гарантия стоит дорого. Честная гарантия стоит дорого. Итак, мы узнали, что есть в Португалии определенный рынок, определенные сегментации автомобилей, марок, брендов. Соответственно, когда вы говорите, Артур не продается, значит проблема. А в описании, в цене, в фотографиях и в размещении. Вы разместились, например, только на Stand Virtual. Вы думаете, что, например, Хонду Инсайт лучше всего продать там, а нет, друзья. Хонду Инсайт лучше всего продавать на постсоветское пространство, комьюнити из постсоветского пространства. Вы когда размещаетесь, например, у нас, то есть вы размещаетесь на иммигрантов. Если вы размещаете, например, Хонду на Stand Virtual, то там вряд ли будет большой спрос. Размещать нужно на Facebook Marketplace. Там есть много очень иммигрантов из Азии. Они любят Хонды, японцев. Сузуки, кушта-жушта, пишка-пишта, ойл-экс. Вот, например, на Stand Virtual я бы не тратил вообще деньги. Ну и к нам, естественно. Из лайфхаков по поводу продажи машины. Помимо цены, помимо фотографий, помимо описания, оно должно быть понятное для португальцев, для коренных местных жителей. Поэтому зайдите и посмотрите условно там 10-20 описаний, как пишут португальцы. Закиньте эти 10-20 описаний в чат GPT и попросите, чтобы он из этих 20 составил одно четкое, короткое, фиктивное на португальском языке для коренного жителя Португалии. И у вас получится классное, красивое описание на настоящем португальском, на том сленге, на котором понятно людям. 100-500 фотографий тоже не обязательно выгружать. 20 вот так с головой достаточно. Итак, резюмируем. Первое, нужно понимать, что ваш бюджет вы определяете на сайтах наших, в сайте GrandAuto.pt, StandVirtual, OLX, Куштожушта, Пишка-Пишка и Facebook Marketplace. То есть вы сами делаете эту аналитику, на что вы можете рассчитывать ваш бюджет по вашим параметрам. Следующее, когда вы ищете машину, вы выбираете сначала 3-5 марок моделей, на них фокусируетесь, чтобы не потратить свое время и энергию впустую. Следующее, что нужно понять, что когда вы ищете машину, вы ищите в своей локации и еще помимо этого обязательно обращайтесь к специалистам, которые смогут сделать профессиональную диагностику машины. Точно так же и по поводу нашего сайта и по поводу наших машин. Мы хотим, чтобы наши покупатели были грамотны и покупали осознанно и покупали это на основе информации, которую предоставил независимый эксперт. Почему? Для того, чтобы была полная прозрачность. То, что мы отобрали, проверили и, например, частично обслужили машину, частично, это не говорит, что машина новая. Это говорит, что машина без каких-то существенных сюрпризов, такие, которые вы можете получить на масс-маркет, маркетплейсе. Мне нравится, когда человек приходит со своим механиком, если он адекватный. Под этим видео бесплатно список видео по самостоятельному подбору, осмотру и диагностике автомобиля. Если вы их посмотрите, вы уже практически будете автоэкспертом. Это подарок мой для вас, чтобы вы покупали машины осознанно и безопасно. Теперь вы знаете, на каких сайтах продавать, вы знаете, на каких сайтах искать, покупать. Вы понимаете, в чем возможны завтыки. И, как я обещал, в конце дам вам супер полезный лайфхак по поводу самостоятельной оценки автомобиля. Если вы неправильно оценили свою машину на сегодняшний день, на сегодняшний момент, в сегодняшних реалиях рынка, то, соответственно, продать эту машину будет вам практически невозможно. Вы заплатите деньги за рекламу. Мы вас проконсультируем. Там, где вот за 10 евро тариф размещения на сайте, тут мы не будем консультировать, потому что человек сам что хочет и делает. Если мы видим, что машина дрова, мы ее не разместим просто. А здесь 150 евро. Тут мы и проконсультируем, скажем, что нам кажется, что цена завышена. Рекомендуем пересмотреть. И, таким образом, эффективность продажи, реальная, реальная эффективность, реальная продажа, эффективность увеличивается в кратно, в разы просто увеличивается. Итак, надеюсь, это видео было вам полезным. Втыкайте лайк, подписку. Артур Васильев из Португалии. Здесь мы помогаем людям покупать хорошие машины. Проверять. Если здесь не находим, то привозим автомобили из Германии. Любая форма оплаты, включая крипта. И, опять-таки, самое главное, проверять, проверять и проверять ваши деньги, чтобы не потерять. До новых встреч. Мы практически каждую неделю выпускаем новые видео на этом канале. Про Португалию. Про недвижимость. Про переезд. Про иммиграцию. Лайфхаки. Советы. Про автомобили. Про покупку, продажу автомобилей. И еще много чего полезного. На этом канале я делюсь только пользой, для того, чтобы ваша жизнь была легче, комфортнее и приятнее. Всем пока и до новых встреч.